Полковника внутренних войск в отставке Николая Черных война застала 15-летним мальчишкой. Через два года после вероломного нападения немецких войск на СССР уроженец Алтайского края был призван на фронт. Воевать пришлось на Тихоокеанских рубежах советской родины. Здесь красноармеец сражался с войсками империалистической Японии, освобождая Манчжурию и Китай. После окончания войны ветеран был переведен во внутренние войска МВД. Службу нес в основном в Заполярье, 17 лет в школе сержантского состава, затем был переведен в Калининский полк заместителем командира полка. Так Николай Черных оказался в Тверской области. Здесь свой победный май ветеран встречает вот уже 50 лет. В преддверии 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне полковник в отставке вместе с другими ветеранами принял участие в торжественном митинге у стен регионального УМВД. С поздравлениями к собравшимся обратился начальник областного управления Министерства внутренних дел Владимир Андреев. Сотрудники органов внутренних дел внесли достойный вклад в общее дело победы над врагом. В составе регулярных частей армии и партизанских отрядов они принимали непосредственно участие в боевых действиях, вели непримиримую борьбу с преступностью, охраняли общественный порядок, обеспечивали безопасность важных промышленных предприятий, боролись с пожарами и последствиями бомбардировок. В ходе мизинга наградами были отмечены действующие сотрудники правоохранительных органов, а также ветераны Великой Отечественной войны. Вспомнили собравшиеся и о тех, кто не вернулся с той войны. К мемориалу, посвященному сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебного долга, были возложены венки и цветы, а в небо была выпущена стая белых голубей. Торжественное мероприятие по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершилось совместным маршем личного состава регионального УМВД и слушателей Тверского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя. Никита Васильев, Андрей Шибаев, Твериград ТВ Субтитры создавал DimaTorzok